На спасателей надейся, а сам не плашай. В связи с переменчивыми погодными условиями последнего месяца лета множество людей желает насладиться солнечными и водными ваннами. Однако отдыхая у водоема, те же люди забывают соблюдать основные правила поведения на воде и вовсе перестают быть предельно внимательными. Именно поэтому сотрудники МЧС, свод и различных молодежных объединений во всеоружии на систематической основе не проводят профилактические мероприятия. Прежде всего на профилактику идет работа, на предупреждение несчастных случаев. Что касается пляжей наших, конечно же, здесь определенные действуют правила. Стоят установлены буйки, ограничение заплыва за буйки, потому что это небезопасно. Далее здесь работают наши работники-спасатели, которые зорко следят за нахождением здесь людей. Ну, конечно же, большая проблема является алкогольное опьянение граждан. Мы выявляем таких лиц и просим покинуть территорию пляжа. Если детки пришли самостоятельно, а нахождение до 14 лет категорически запрещено без сопровождения взрослых, с ними проводится опять-таки работа. Мы набираем в средствах мобильной связи родителям информацию, доносится, что ребенок находится сам, находится у воды водоема и ведется разговор, чтобы это вот как бы пресекать такие ситуации. О том, что купание в состоянии алкогольного опьянения, в запрещенных зонах, а также нарушение правил безопасного поведения на воде – основные причины, которые влекут беду, бреща не знают ни понаслышке. К слову, не стоит обходить стороной и установленные стенды с надписью «Купание запрещено». Информация на них как напоминание о том, что вода таит в себе массу опасностей. Во-первых, нельзя купаться в незнакомых местах. Надо купаться там, где уже все знаешь, потому что есть много случаев, когда люди приходят, значит жарко, прыгают в воду и потом происходят несчастные случаи. Этого допускать нельзя. Но тем не менее ежегодно по стране десятки и десятки людей погибают. Ну и многие приезжают со спиртным, что тоже нельзя делать, особенно когда поблизости есть вода. И есть искушение, когда люди выпили, значит, стали более смелые и начинают там нырять. Ныряют, а потом не все оттуда выныривают. Это беда. Объекты пристального внимания сотрудников рейдового мероприятия и дети. В частности, подростки, которые предпочитают массовый отдых без надзора родителей. К счастью, брещанка Елена Лобакова – бдительная мама, которая во время отдыха у воды не оставляет детей ни на минуту. Ее чадо всегда под контролем. Я всегда с детьми сама в воде нахожусь. Если я выхожу на берег, то они обязательно со мной выходят. И если я хочу пойти окунуться, это обязательно условие, они сидят на берегу, они в воде и ждут меня, пока я выйду. А с малышом мы только в воде. Вместе с ним на кругу он плавает, и я его постоянно держу. Даже без круга мы с ним не плаваем, потому что он еще очень маленький, чтобы не нахлебался, даже если это где-то разрешенное место воды и в целях безопасности. Ну а самое важное, это вот я всегда их предупреждаю, даже с маленького возраста. Если я в воде, то они обязательно на берегу, они в воду не имеют права у меня пойти. Несмотря на то, что пляжный сезон открыт давно, во многих местах областного центра окупания запрещено. Однако горожан это не останавливает, а ведь одна потерянная жизнь – трагедия для всей семьи. Все погибшие на территории города Бреста, это три погибших, они погибли на водоемах, где не разрешено купание. В городе Бресте пять таких мест, где официально разрешено отдых на воде. Они оборудованы специальными пляжами, имеются посты и станции расвод для обеспечения безопасности при отдыхе. Хотел бы обратиться к жителям города Бреста, к гостям города Бреста. Идет лето, жаркая пора и хотелось бы конечно отдохнуть у воды, но мы предупреждаем и хотели бы видеть всех желающих отдохнуть только на специализированных местах, где есть специальное оборудование, где дежурят работники освод, чтобы не омрачить праздник отдыха. Соблюдение элементарных правил во время купального сезона не приведет к трагическому финалу. Отдыхайте безопасно!